Уважаемые участники, добрый день. Я рад всех вас приветствовать. Рад, что вы нашли время. Надеюсь, у нас получится очень интересный вебинар, и чтобы так интерактивно начать, я думаю, было бы замечательно, если бы мы еще подождали пару минут, пока другие участники подключатся. А тем временем, каждый, если бы мог вкратце что-то написать о себе, то есть в какой области работать и как связано с аналитикой, чтобы я мог понять примерно ваш опыт, вашу специализацию и так далее, чтобы уже какие-то делать по ходу семинара, делать какие-то изменения. Несколько слов о себе. Я работаю экономистом, старшим научным сотрудником в Норвежском институте международных отношений в Норвегии. Это уже на протяжении 8 лет, где занимаюсь вопросами изучения экономики стран евразийского пространства, а также стран Юго-Восточной Азии. Много работаю с такой тематикой, как энергетика, изменение климата, экономическое развитие, вопросы касательно развивающихся рынков. И имею уже более 5 лет опыта работы непосредственно с проектами, в которых аналитика является, скажем так, ключевым аспектом. То есть все те продукты, которые мы сегодня с вами будем обсуждать, они основаны прежде всего на моем опыте и на моей практике. Еще, наверное, пару слов скажу, что для меня центральная Азия является основной специализацией, то есть основным регионом, где я работаю. Сам я тоже из Казахстана родом, поэтому для меня регион очень близок, и многие из проектов, которые я веду, относятся к региону. Тогда, я думаю, мы можем с вами уже начинать. Начинать на моем вебинаре, который будет посвящен изучению основных тенденций в области современной аналитики. И здесь я должен сказать, что диапазон моего охвата будет достаточно широким. То есть я буду говорить как аналитик, который относится к науке, потому что я, прежде всего, занимаюсь научной деятельностью. Но также это будет относиться и к экспертам, которые занимаются, допустим, или работают в качестве консультантов для международных организаций. Также, надеюсь, будет полезно, может быть, послушать тем, кто работает в области журналистики. Помимо этого, я думаю, даже те, кто может писать профессиональные блоги на экономические, политические, социальные темы, может быть, тоже что-то в этом вебинаре можно будет для себя подчеркнуть. Но, чтобы вы понимали, я буду стараться охватывать максимально широкий объем интересов. И в этой связи хочу сказать, что на сегодняшний день тема аналитического развития, то есть какого рода продукт представляет нас аналитика крайне важный. И сегодня у нас будет с вами две части в рамках вебинара. То есть сначала я представлю вам картину в целом о трендах, которые сегодня происходят в современной аналитике, а также опыт разных стран. Во второй части мы перейдем непосредственно к конкретным продуктам, что представляет из себя аналитика. Здесь, наверное, можно представить такую шкалу, шкалу, которая начинается с книги и заканчивается в Твиттере. То есть, по сути, Твиттер тоже можно представить как своего рода источник аналитики. Но у каждой свои цели, своя аудитория, и, естественно, мы об этом с вами поговорим. Я надеюсь, все видят справа от себя слайды. Значит, несколько слов хочу сказать о себе. Опять-таки, возвращаясь к месту, где я работаю, я работаю в мозговом центре Норвежском институте международных отношений. Наш центр, он такой же, как и тысячи других, скажем так, мозговых центров по всему миру. То есть, мы не являемся университетом, да? Совместно ведем исследования, посвященные различной тематике. Основные черты нашей деятельности – это проведение глубокого и независимого анализа, информирование о новых тенденциях. По сути, мы должны выстраивать такой вот независимый аналитический мост между государством и обществом. И в тех странах, где вот таких мозговых центров очень много, это создает такую серьезную площадку для обмена диалогом. Потому что, чем больше будут различных точек зрения на тот или иной вопрос, тем легче будет найти, наверное, самое оптимальное решение. При этом придерживаемся высоких академических стандартов. И тоже очень важный момент, как раз таки то, что отличает нас, например, от университетов, то, что наши продукты в нашей работе, они должны представлять социальную значимость. То есть мы, в отличие от университетов, в меньшей степени работаем с очень такими теоретическими исследованиями, которые часто проводятся в университетах. То есть наша задача как раз таки смотреть на то, что относится к реальности, то есть то, что происходит в сегодняшнем мире. И вы знаете, что есть, наверняка сталкивались, что каждый год проводится подсчет и оценка рейтинга в мозговых центрах по всему миру, то есть так называемых think tanks. И есть индекс, который каждый год обновляется, который показывает различную информацию касательно таких центров. Вот один из примеров. В последнем обновлении индекса мы видим, что если взять страны и сравнить по количеству таких научно-исследовательских центров, то очень сильно преобладает, и, скажем так, доминирует Соединенные Штаты, и у них более 1800 научных центров. Далее следует Индия, Китай, ну и многие другие страны, как вы видите. Из стран Центральной Азии первая страна, которая появляется в списке, это Казахстан в количестве 31 научного центра. Во всех остальных странах Центральной Азии количество центров немножко меньше, но, тем не менее, общие тенденции, можно сказать, достаточно позитивны, что из года в год количество таких центров растет, и это крайне важно, потому что это позволяет, как я уже сказал, иметь как можно большее количество различных точек зрения, причем анализ должен проводиться, скажем так, используя такие научные высокие стандарты, чтобы результаты были как можно более эффективны и вносились в такой действительно весомый вклад в обсуждение той или иной проблематики на уровне страны. Ну, давайте начнем непосредственно теперь после такого введения. Теперь можно поговорить о том, что отличает сегодняшнюю аналитику от той аналитики, которая была еще, ну, лет 5-10 назад. Первый такой момент – это широкий доступ к информации. Все об этом знают, здесь ничего нового нету, но, по сути, широкий доступ к информации, конечно, открывает очень много возможностей для проведения исследований, для того, чтобы иметь доступ к различного рода информации. Здесь я люблю приводить такой пример, что, например, ну, лет 20-30 назад обучение, скажем, в университете Оксфорда или Кембриджа, ну, было крайне престижным, да, то есть, по сути, это остается и сегодня, но вот разрыв как раз-таки между университетами среднего уровня и ведущими университетами мира уже не такой, то есть пропасть уже не такая, как это было 20-30 лет назад. Все благодаря тому, что появляется широкий доступ к информации, то есть раньше информация была закрыта, то есть то, что преподавалось в Оксфорде, в Гарварде и так далее, к этому доступ имели только ограниченное количество людей, то есть студенты, да, по большому счету. Это, по сути, отличало то, что люди обладали информацией, у которой, получается, ну, другие доступа не имели. Сегодня эта грань стирается. По-прежнему, конечно, престижно учиться в ведущих университетах, но все опять-таки зависит от того, что если человек дисциплинирован, да, если он трудолюбив, то можно найти любую информацию и, по сути, обладать знаниями, которые есть в общем доступе. То есть меняется динамика, динамика информационного поля, начиная с образования и заканчивая тем, что вот сегодня, допустим, то же самое в науке, да. Сегодня можно получить, по сути, бесплатный доступ к различного рода информации различным продуктам. С другой стороны, несмотря на то, что информация во всех ее видах сейчас каждый день, да, у нас влюбятся потоки различной информации, тем не менее, если брать вообще значимость аналитики и ее влияние, да, на текущие политические процессы, экономические, то информация служит своей цели только тогда, когда она оказывается в нужное время, в нужном месте и, опять-таки, тоже в нужной форме. То есть здесь, например, мы можем говорить о том, что все меньше и меньше есть тенденции, которые отслеживаются, что, учитывая такой большой объем потока информации, госслужащие в среднем с каждым годом тратят все меньше и меньше времени для того, чтобы ознакомиться с какими-то аналитическими материалами или с какими-то, скажем так, работами или отчетами. Соответственно, в этой связи, скажем так, длинные отчеты, да, там 30-40-страничные отчеты, посвященные какой-то тематике, они не будут так восприняты для какой-то целевой аудитории. То есть здесь нужно крайне важно правильно рассчитывать и знать о своей целевой аудитории. Но мы к этому тоже вернемся. Давайте я скажу, как правильно выстраивать и примерно планировать свои продукты в зависимости от того, с кем вы работаете. Плюс, конечно, социальные сети, да, несут в себе тоже очень большой такой новый пласт аналитический. Здесь я, конечно, говорю прежде всего о том, что у всех появляется очень быстрый доступ к любой информации, да, то есть к тем событиям, которые происходят. Плюс появляется большое количество блогеров, те блогеры, которые, допустим, пишут очень качественные работы, также блогеры, которые есть, которые, ну, работают менее удачно, да, и очень сложно потеряться в этом потоке информации. Поэтому задача, если вы, допустим, большинство из вас сегодня, можно тоже сказать, аналитики, наша задача с вами заключается в том, чтобы правильно оценивать информацию, то есть за нами, по сути, есть такая дополнительная ответственность, да, то, что мы должны правильную информацию расшифровывать, видеть, как она выстраивается, и правильно ее анализировать, чтобы потом то, что мы представляем в нашей работе, оно как, ну, максимально отражало текущую ситуацию. Вот эти важные тренды касательно аналитики в целом. Далее, в этих условиях роль критического мышления возрастает, и, по сути, это одно из самых востребованных качеств. Учитывая вот эти гигантские потоки информации, где очень часто можно потеряться, плюс очень сложно сказать о качестве, да, поэтому крайне важно вырабатывать в себе и тренировать ряд способностей, которые позволят вам использовать именно критический анализ в своей работе. И тоже мне недавно попадалась работа, где писали о том, что из этих мягких качеств, да, как называемый soft skills, как раз-таки критическое мышление будет одним из самых главных при, допустим, трудоустройстве в течение следующих десятилетий. То есть, по сути, учитывая все современные тенденции и то, куда движется рынок будущего, то есть рынок труда, крайне важно, чтобы каждый сотрудник или работник, не важно в какой сфере, обладал, имел навыки критического мышления. Второй момент, который тоже очень важно отметить, который, по сути, является противовесом вот этому большому количеству информации, которая не обработана, это триангуляция метода сбора и анализа данных. Те, кто знакомы с этим, я еще раз повторю, те, кто, может быть, никогда не встречался, это, по сути, способ, метод анализа данных, который позволяет вам перепроверить. То есть, скажем так, если вы проводите, вы пишете, например, какую-то работу, да, статью, и вы проводите интервью, то для вас будет крайне важно, помимо, допустим, одного источника информации, одного источника данных, также посмотрите на другие источники, проверить, насколько они работают на практике, да, также, допустим, посмотреть другие материалы. То есть, как можно больше у вас должно быть различных источников, которые не должны быть одинаковыми, и когда вы всех изучите, вот эти разные источники, вы должны для себя сделать выводы, насколько вот вы считаете, выводы будут, на ваш взгляд, наиболее оптимальными, наиболее такими объективными и отражающими реальными, да. То есть, триангуляция, по сути, это использование дополнительных методов для того, чтобы убедиться в правильности ваших выводов. Следующий момент касается, вот, если брать тренды современной аналитики, это рост прогностической аналитики. То есть, все больше и больше появляется различных продуктов, где пытаются посмотреть, что произойдет в будущем. То есть, это использование сценариев, использование прогнозов. Может быть, у кого-то есть ответ, я бы тоже хотел с вами немножко пообщаться, то есть, как вы думаете, почему вот именно в последние годы возрастает объем, а также растет интерес именно к такого рода методологии в области аналитики. Почему вы считаете, что больше и больше работ посвящено будущему? Если у кого-то есть ответ, можете поделиться, я зачитаю. То есть, попозже мы можем к этому снова вернуться. А пока что хочу сказать, что еще один такой важный тренд, немаловажный, который используется, это сегодня мы все больше и больше видим рост и влияние индексов и рейтингов. То, какое влияние они оказывают именно на процесс принятия тех или иных экономических и политических решений. То есть, ну, по сути, для, допустим, только взять оценку инвестиционного климата, бизнес-климата в той или иной стране, сегодня уже существует более 50 индексов, которые оценивают качество инвестиционного климата. То есть, это только одна тема, и там мы уже с вами имеем доступ к порядка 50 различного рода индексам и рейтингам. Вот. Значит, это основные моменты. Опять-таки, мы к ним всегда можем вернуться, их всех пообсуждать. Если у вас есть какие-то вопросы касательно этого. Что касается рисков, то есть, риски тоже есть, есть проблемы, да, то есть, нельзя говорить о том, что новые тенденции, они не несут в себе какие-то проблемные моменты. То есть, проблемные моменты тоже есть, и о них тоже нужно говорить. Прежде всего, первый момент, который часто упускается из виду или часто считается, что он не такой важный, он заключается в том, что не всегда те, кто работают с аналитикой, то есть, я здесь говорю об экспертах, об ученых, экономистах, ну, даже журналистов порой, то есть, очень часто опускается важность качества данных. И часто данные, которые используются, то есть, не проходят проверку, да, скажем так, высоких стандартов. Но многие, те, кто используют, допустим, данные, не проверив их, очень часто считают, что это не их ответственность. То есть, они просто, допустим, берут данные от какой-то базы данных, например, да, и считают, что качество данных не их ответственность. Но уже на основе, допустим, этих неправильных данных, непроверенных, часто делаются выводы, которые потом используются при принятии каких-то важных решений, допустим, в рамках развития страны, в рамках развития экономики, даже в рамках развития каких-то компаний, да. Поэтому крайне важно для вас, допустим, если вы видите себя, да, представителем, в этой отрасли, всегда обращать большое внимание на данные. И я после того, как расскажу о рисках, перейду непосредственно к конкретным моментам и примерам, когда это может быть проблемой. Второй момент. Очень часто сегодня мы видим, что, ну, некоторые работы, опять-таки, это касается и научной среды, это касается журналистской среды, и среды касательно тоже деятельности, например, консультантов в той или иной области. Очень часто аналитика пишется очень быстро, да, то есть время является самым главным таким, наверное, продуктом. В этих условиях часто продукты, которые, вот именно в условиях спешки производятся, могут внести в себе какие-то глубокие проблемы. То есть, может быть, не хватает времени на то, чтобы полностью проверить информацию, да, которая используется. Либо же не хватает момента, чтобы, допустим, оценить качество или насколько методы, которые вы используете, насколько они подходят и соответствуют цели вашего, например, исследования или вашего проекта. Иногда, конечно, мы вынуждены сталкиваться с тем, что у нас мало времени на производство того или иного продукта, но, на мой взгляд, основным, наверное, принципом в работе аналитика это, прежде всего, качество. То есть в тот момент, когда вы будете уверены в том, что качество вашего продукта отвечает высоким требованиям, только тогда, я считаю, нужно ваш продукт выводить на рынок. Все остальное, то есть может сказаться в будущем на вашей репутации. То есть если работа, например, не соответствует таким высоким стандартам, она несет в себе ряд минусов, и она опубликована, то есть, конечно, это может потом в будущем сказаться. Третий момент, тоже крайне важный. Сегодня, опять-таки, вот я уже говорил про рейтинг, да, сегодня происходит излишняя индексация знаний и аналитики. То есть любое явление, любая отрасль, то есть любая тема, которая существует, вокруг нее пытаются создать какой-то рейтинг или индекс, чтобы посмотреть, кто лучше или кто хуже. Ну, по сути, любой рейтинг как раз-таки старается это отразить, какие страны лучше, какие компании лучше и так далее. Это зачастую, конечно же, очень важный момент, и он во многом помогает понять тот или иной феномен, ситуацию и так далее. Но излишняя индексация знаний и аналитики через рейтинги, через индексы тоже может приводить довольно-таки к плачевным результатам. И мы об этом тоже немножко поговорим. Ну, четвертый момент касается того, что сегодня до сих пор существует очень большой фокус, и я бы сказал уже такая определенная зацикленность на использовании количественных методов и моделирования. То есть если мы говорим о широком аспектре аналитики, здесь мы говорим о научной деятельности, деятельности консультантов, то все больше и больше используется и приветствуется использование различного рода количественных или каких-то статистических моделей. То есть без их использования часто видится, что продукт, наверное, не такого высокого качества. Значит, хотел перейти сразу к тому, что раз уже мы говорим про то, что я имею в виду, насчет чрезмерного использования статистики, да, смотрите, в прошлом году была выпущена отличная книга, которая называется «Культ нерелевантности», то есть «Культ ненужности», в котором приводится вот такой замечательный график, который показывает, как эволюционирует политология. В политологии мы знаем наука, да, то есть которая заключается в том, чтобы оценить те или иные политические процессы, посмотреть на то, как развивается в будущей стране, да, то есть это оценка и анализ выборов, это и политический курс, политические режимы и так далее. То есть большая целая наука. Но авторы вот этой книги посмотрели на следующее. Они посмотрели на то, что, вы видите, красной линией показан период, из которого использование различных статистических методов, методов именно количественного анализа, начало преобладать. То есть это 1950-х годов, вот именно в американской, здесь мы говорим про американскую политическую науку. И мы видим, вот что-то я показываю сейчас, темно-синий график показывает, точнее, линия показывает, сколько работ содержит в себе политические рекомендации, рекомендации о том, как применить результаты на практике. И мы видим, что тенденция такая, что как только в научных работах начали использовать большое количество моделирования, большое количество технического анализа, в то же самое время количество работ, в которых приводилось именно, как использовать вот эти наработки, выводы, знания на практике, оно очень сильно упало. И мы видим, да, с вами корреляцию очень большую, то есть все больше и больше фокус на использовании каких-то количественных данных, количественных методов, где все пытаются посчитать, индексировать. И мы видим, что как раз-таки социальная значимость такого рода научных аналитических продуктов, она упала. И по сути они не пишут, то есть мы видим вот эту самую темную линию, вы видите, да, она по сути до сих пор остается очень низкой, то есть только там порядка одного процента всех работ пишет о том, какое значение это все имеет для реального мира. Соответственно, вывод такой, что когда спросили, там за последние несколько лет провели большой опрос американских госслужащих, спросили, вы используете данные и работы политологов американских? Их ответ был, что эти работы используются крайне мало, потому что непонятно, о чем там написано, да, то есть используют очень такой тяжелый технический язык, который не помогает понять вообще динамику и как это применить на практике. Соответственно, госслужащие чаще всего работают с какими-то консультантами или с теми, кто, допустим, кто у них в команде, то есть они предоставляют более такую нужную социально значимую аналитику. И если мы вернем сейчас, мы перейдем к тому, что, ну, по сути, допустим, в нашей работе можно выделить два основных метода, которые мы используем для того, чтобы описать то или иное событие. То есть мы знаем количественные методы и качественные методы. Вот на этом таком примере я хотел бы показать, в чем они отличаются. По сути, вот если мы хотим ответить на вопрос, что такое планета, если мы хотим использовать количественные методы, далее мы будем смотреть на характеристики нашей планеты, Земли, по сравнению с другими планетами. То есть здесь идет большое количество наблюдаемых элементов с тем, чтобы сделать какие-то выводы. Выводы будут такими, что все планеты, они круглые, представляют из себя такую круглую форму, примерно какого-то одинакового радиуса, может быть, примерно одинакового цвета. То есть, по сути, у нас здесь задача в том, чтобы сделать вывод о том, что представляет из себя планета на основе большого количества наблюдений. При этом, если мы хотим изучить какую-то маленькую часть, скажем так, в рамках вот этого нашего явления, то есть мы хотим изучить часть территории Земли, то здесь, допустим, мы приближаем небольшой участок, в данном случае, и пытаемся сделать в нем какие-то выводы. То есть это место особенно, например, если мы говорим про Италию, что она отличается от других частей тем-то, тем-то, то есть там другой климат, другие, скажем так, погодные условия и так далее. Зато здесь, конечно, нам уже сложнее сделать вывод и обобщить на основе одного наблюдения, какой-то маленькой части Земли, сложно сделать вывод о всей ее территории. По сути, первый метод, он позволяет как раз-таки на основе большого количества наблюдений сделать какие-то выводы. Второй на основе очень такого глубинного анализа позволяет изучить какое-то отдельное явление, какой-то отдельный кейс. И это как раз-таки, когда мы говорим о том, что сейчас происходит зацикленность на вот именно количественных методах, здесь как раз-таки идет подгонка того, что нужно как можно большее количество наблюдений использовать, то есть в качестве, допустим, данных, чтобы сделать вывод на, допустим, о том, как ситуация будет развиваться, допустим, в той или иной сфере. Опять-таки это не всегда хорошо работает. То есть сегодня же, допустим, во время пандемии мы очень часто слышим, что оперирует много статистикой, при этом, допустим, статистика говорит о том, что в таких-то, допустим, странах ситуация тяжелая, и, соответственно, выводится, что ситуация должна быть такой же тяжелой в других странах, которые похожи, да, там рядом каких-то критерий. Но, опять-таки, использование именно такого количественного метода не всегда позволяет понять ситуацию на местах, допустим, в каких-то отдельных странах, в отдельных городах и так далее. Возвращаясь к индексам, да, почему они могут быть немножко ошибочны или вводить в заблуждение? Вот я хотел бы привести тоже крайне актуальный индекс, который был выпущен в 2019 году, касательно готовности стран к пандемии. Здесь мы видим, что Соединенные Штаты и Великобритания, то есть являются лидерами. Что, если взять ситуацию и оценить, то, как страны боролись с пандемией, да, особенно в первой неделе, как раз-таки, ну, не совсем верно отражает картину, да, то есть мы знаем, что большие проблемы были в Соединенных Штатах, в Великобритании, сейчас ситуация улучшается, но, тем не менее, изначально сложно говорить о том, что вот на основании только одного индекса, да, как ситуация может развиваться в реальности. То есть это, опять-таки, говорит о том, что эта вот чрезмерная зацикленность на том, чтобы все посчитать, измерить и расположить в таком порядке, кто лучше, кто хуже, очень часто может приводить к не совсем верным результатам. Поэтому здесь такой важный вывод, что нужно быть крайне осторожным в использовании. Опять-таки, возвращаясь к моменту касательно качества данных, нужно проводить триангуляцию, то есть проверять, как можно больше использовать различных источников и не воспринимать информацию, которая, допустим, дается в тех же самых индексах, не воспринимать ее по умолчанию, что, скорее всего, она несет в себя полную, допустим, да, истину и так далее. И здесь бы я хотел привести пример тоже, очень важный пример касательно индекса восприятия коррупции. Вы все наверняка о нем знаете. То есть это наиболее цитируемый индекс, измеряющий коррупцию. То есть если мы посмотрим на количество научных работ, в которых идет ссылка на этот индекс, то число очень большое, то есть это наиболее такой цитируемый индекс. О чем это говорит? Это говорит о том, что к индексу относятся, к его результатам относятся как, ну, к данным, которые не требуют проверки, потому что это уважаемая международная организация, у которой много ресурсов, соответственно, все воспринимают ее, что она несет в себе очень много правильной и, скорее всего, правдивой информации. Значит, индекс оценивает и располагает стран на основе восприятия коррупции. То есть восприятие коррупции оценивается именно в государственном секторе. При этом сам индекс является комбинированным, то есть он включает в себя разные источники с различных международных институтов. И до определенного времени я тоже относился к этому индексу, а также к другим индексам, как к чему-то, что не нужно проверять, да, по сути. Но, опять-таки, все же используют, ну, и я буду использовать. Сейчас это модно, да, оперировать. Но когда ты начинаешь смотреть, что, а насколько индекс подходит, когда мы его используем в той или иной стране, мы видим, что зачастую он совсем не работает, да, в каких-то странах. Давайте немножко посмотрим критически. Это такой следующий момент немаловажный. Если вы работаете аналитиком, то крайне важно критически оценивать все, с чем вы работаете, да, начиная с методов и заканчивая вот касательно источника данных. Мы, если посмотрим, например, на карту индекса восприятия коррупции, я взял пример 2015 год, то есть здесь год, по сути, не важен. Я хотел остановиться на следующем. Индекс включается очень большого количества стран, то есть там порядка 180. И светло-желтым цветом то, что мы видим, здесь мы видим с вами страны, которые являются лидерами, то есть наименьшим уровнем коррупции, да. То есть такие страны, как Дания, Финляндия, Швеция, Новой Зеландия. В другой части индекса, которая выделена таким темно-красным цветом, мы видим страны, в которых уровень коррупции более высокий. То есть цель индекса – показать, как коррупция воспринимается во всех странах мира. Теперь давайте критически его оценим. Значит, во-первых, при создании индекса используется большое количество источников данных. И здесь мы видим, что вот если взять индекс 2015 года, мы видим, что в его создании было использовано 13 различных видов источников данных. То есть данные, которые создают индикаторы, да, вокруг которых, допустим, индикатор касательно качества управления, качества или, скажем так, индикаторы в отношении политических рисков, либо же моменты, связанные с общей политической трансформацией. То есть здесь можно заметить сразу, да, такой немаловажный момент, что для использования или создания индекса 2015 года используются данные за 2012 год, да, либо же за 2014 год. То есть уже идет несоответствие. Уже получается индекс, по сути, не факт, что он отражает ситуацию, которая происходит именно на сегодняшний день. То есть если легко оперируют данными с 2012 года, 2014, и все вместе их агрегируют, то есть вы понимаете картинку, да, в разных странах ситуация может быть крайне динамичной, и то, что было в 2012 году, могло уже очень сильно измениться в 2014 году. Тем не менее, этот метод используется с тем, чтобы данные эти агрегировать и вывести общие индикаторы для всех стран. То есть это первый способ сбора данных. Второй сбор данных касается то, что, скажем так, проблемой, да, является здесь то, что еще также проводятся опросы во всех странах, где спрашивают представители элиты в каждой стране о том, как они воспринимают коррупцию себя в стране. Вот, то есть здесь существует очень большой такой фокус именно на том, что проводится опрос элиты. Соответственно, то, как элиты воспринимают, да, уровень коррупции, он может отличаться от общего населения, да. То есть при этом индекс претендует на то, что он показывает как раз-таки ситуацию во всей стране. Второй момент, тоже немаловажный, это слабый механизм контроля за сбором данных. Если мы вернемся вот к с вами, к этой карте, то здесь можно сказать следующее. В каждой стране проводится опрос, нанимаются местные консультанты, которые проводят сбор данных и оценивают восприятие коррупции. Соответственно, если мы возьмем первую половину этого с вами, на этой картинке, да, здесь я могу сказать, что я, возможно, в какой-то, ну, в большой степени доверяю результатам касательно первых 30 стран, потому что, ну, в этих странах, как правило, существует больше ресурсов у консалтинга компании проводить исследования, да, и соответствовать высоким этическим стандартам. Плюс у компаний, может быть, которые проводят эти опросы, есть тоже свои механизмы того, как они проверяют и делают именно мониторинг того, как эти опросы проводятся. При этом, что касается стран, допустим, мы можем взять африканские страны, альзиатские страны, то там практически отсутствует именно механизм контроля со сбором данных. И очень часто бывали случаи, которые показывали, что компании, например, ну, не всегда соответствовали нужным высоким требованиям, то есть или проводили интервью не с теми, с кем должны были проводить, либо же порой могли сами работать над тем, чтобы, ну, то есть, допустим, как-то увеличить количество наблюдений, да, количество опросов на… То есть, проведя пять опросов или интервью, да, они потом говорили о том, что они провели, допустим, 20 и так далее. То есть в связи с отсутствием сбора данных и именно контроля качества, я не могу быть уверенными в том, что ситуация очень сравнима между всеми странами, да. И, конечно, для этого нужно было большие ресурсы для того, для того, чтобы это все проводить. Но, тем не менее, опять-таки, это говорит о том, что уже если мы работаем с вами, занимаемся аналитикой по какой-то стране, то уже, допустим, к этому индексу стоит подходить с осторожностью, да, то есть смотреть, насколько он применим в условиях той или иной страны, да, насколько он может показывать реальность. Тоже помню, как-то раз я участвовал на конференции, где были представители этой организации, и на вопрос, что делать с тем, что у индекса есть только минусов. Ответ был такой, что да, мы согласны с тем, что есть очень много минусов, но кто сделает лучше. В принципе, с этим сложно не согласиться. С другой стороны, когда такая уважаемая организация, как Transparency International, да, заявляет о том, что ее результаты, они основаны на таком очень методологическом и качественном анализе, то здесь это, конечно, вызывает очень много вопросов, да. Опять-таки, индекс тоже не показывает, насколько расстояние между странами, насколько большая разница между странами. То есть первые 10 стран, может быть, между ними пропасть по сравнению с другими странами огромная. А так получается, что между, допустим, 11, 12, 13 страной и вообще между всеми странами расстояние полностью одинаковое, да. Опять-таки, когда говорят о том, что проводят опросы в такой стране, как в Сомали, да, зачастую проводят интервью с теми, кто не живет в Сомали, да, потому что там сбор данных ограничен. Тем не менее, даже такая страна может присутствовать в индексе, да, то есть ее результаты тоже там отражены, и мы понимаем, что сбор данных по этой стране, он очень сильно отличался именно по методике сбора данных в других странах. Плюс также индекс не совсем воспринимает именно разнообразие различных культур. То есть где-то ситуация может быть с коррупцией восприниматься по-другому. То есть в каких-то культурах какие-то небольшие подарки не считаются проявлением коррупции, да. В других странах очень маленький какой-то подарок уже считается большим проявлением коррупционной деятельности. Соответственно, все те опросы, которые используются, они все используются одной и ту же методологию, одни и те же вопросы и так далее. Тоже кратко хочу привести пример из другого индекса. Это индекс легкости ведения бизнеса Всемирного банка. В нем тоже есть очень много минусов, на которые тоже все больше и больше обращают внимание специалистов. Но опять-таки он воспринимается таким очень, скажем так, флагманом, можно сказать, всех индексов касательно ведения бизнеса. Вот хотел бы тоже привести один пример. В каких случаях очень важно смотреть на методологию и на данные, которые используются при построении этого индекса. И вот такой наглядный пример из Бразилии, где для того, чтобы построить индекс легкости ведения бизнеса, одним из индикаторов является легкость ведения приграничной торговли. И вот, значит, одним из индикаторов является, сколько нужно пройти таможенных процедур для того, чтобы перевести товар, допустим, через границу Бразилии. Выяснили, что основным таким показателем является количество процедур. То есть если в стране одна процедура или Д-процедура, то, скорее всего, страна получит очень высокую оценку, потому что идет ассоциация, что если там всего лишь одна процедура, то, скорее всего, она очень эффективная. И вот в Бразилии нашли при анализе, что там для того, чтобы, значит, оформить товар, провести через границу, следует пройти шесть процедур. Соответственно, количество шесть занесли в результаты, да, в результаты, значит, этого индекса. Сказали, что раз там есть шесть процедур, значит, процесс очень неэффективный, он затратный по времени, очень-очень долгий, и он излишне бюрократизирован. Соответственно, Бразилия получила очень низкую оценку. Но если посмотреть на другой момент, что в Бразилии этот процесс, несмотря на то, что там есть шесть процедур, которые нужно пройти, по времени это очень быстро и оптимально. То есть все работает очень быстро. В то время как в других странах, если формально есть только одна и две процедуры, то по времени, допустим, провести товар займет намного больше. Соответственно, где лучше вести бизнес? Там, где есть шесть процедур, но все быстро работает, или там, где есть одна процедура, да, но все это очень долго затягивается. Соответственно, вот такие нюансы, они не учитываются, или они, скажем так, неправильно воспринимаются. Соответственно, когда там в Бразилии показано, что введение бизнеса в ней тяжелее, чем в других странах, у многих экспертов, кто знает, как эта ситуация работает, возникает очень много вопросов. Поэтому мой призыв – очень важно работать с тем материалом, который у вас есть, и оценивать даже ведущие крупные международные организации, которые работают и строят такие рейтинги, смотреть на то, как они проводят сбор своих данных, какие индикаторы они используют, какую методологию и так далее. То есть это очень важный момент. Теперь непосредственно давайте перейдем к продуктам. То есть это тоже такая, наверное, самая большая тема, которая есть в рамках нашего сегодняшнего вебинара. В современной аналитике можно выделить большое количество продуктов. И те, которые я привожу сейчас на слайдах, это как раз-таки все те продукты, с которыми я имел опыт, публиковал их сам совместно с коллегами. И все они отличаются друг от друга, они отличаются целевой аудиторией, они отличаются тоже временными рамками, отличаются выводами, также отличаются тем, какую информацию они в себе несут, то есть какого рода аналитик. И на следующем слайде вы тоже видите различного рода продукты. То есть я сейчас приведу примеры некоторых из них. В конце мы тоже можем каким-то вернуться, если у вас какие-то есть вопросы. Быстро я сейчас пройдусь. Ну, прежде всего, книги. Книги, они всегда были еще с древних времен основным таким источником по стране информации. Но сегодняшняя аналитика, она заключается в том, что есть большое количество других видов продуктов, и они как раз-таки, на мой взгляд, отражают сегодняшнюю тенденцию, специфику того, как общество, мировое общество сегодня развивается. Значит, помимо книг, также есть тоже такой немаловажный продукт – это академические статьи в рецензируемых журналах. И, на мой взгляд, уже сегодня вот эти академические статьи, они являются как раз-таки основным источником именно прогресса вот именно аналитической науки. Как раз-таки здесь мы говорим с вами про то, что помогает обществу развиваться, да, то есть все то, что имеет отношение к решению каких-то современных экономических и политических проблем. Но, опять-таки, у всех из этих продуктов есть какая-то своя философия, свои цели и так далее, и очень важно их различать. Следующий момент – это отчеты, международные отчеты, отчеты международных организаций. Они отличаются тоже от книг, от академических статей своей спецификой. То есть в них закладывается именно анализ развития, например, социальной ситуации или экономической ситуации, да. Также есть справочные документы, то есть статьи, которые находятся, допустим, в стадии, еще они не были официально опубликованы, но они используются уже для того, чтобы люди или специалисты, эксперты могли с ними ознакомиться. Также следующий момент – это рабочий документ, это working paper. Это часто очень используется у экономистов, да, потому что экономисты работают с данными, которые очень быстро устаревают. И, допустим, чтобы опубликовать академическую статью, порой там требуется год или даже больше времени. И это очень долго ждать, потому что данные могут устареть. Поэтому есть такой формат, что ты можешь опубликовать свою работу в качестве такого рабочего документа, да, в то время как параллельно можешь ту же самую работу уже опубликовать в академическую статью, но гораздо позже. То есть такой вариант тоже есть. Здесь как раз-таки важно то, что ты выводишь на рынок аналитики, выводишь свой продукт как можно раньше. Также есть еще-таки более краткие работы, так называемые аналитические записки, которые несут в себе рекомендации, да. То есть, скажем, вы провели какую-то большую работу, большой анализ, после чего, если вы вспомните, на одном из сайтов было то, что сегодня у госслужащих как раз-таки все меньше и меньше, у них есть времени на то, чтобы заниматься именно изучением каких-то аналитических материалов. Так вот, как раз-таки для них идеальный продукт на сегодняшний день это такие аналитические записки, да, то есть policy briefs. Также эти policy briefs могут быть полезны и для других игроков, то есть это для каких-то международных организаций, то есть тоже часто могут использоваться журналистами и так далее. И они несут в себе как раз-таки выводы относительно того, как ваши результаты могут использоваться на практике, да, или что государство должно сделать, например, чтобы изменить ситуацию. То есть в рамках сегодняшней ситуации, да, с пандемией, можно говорить о том, что такие, допустим, работы в policy briefs тоже нужны, чтобы сказать, например, что государство должно делать, чтобы исправить ситуацию в области, например, трудоустройства или борьбы с кризисом, да, или как помочь различным отраслям преодолеть кризис с наименьшими потерями. Следующий продукт – это тоже, который в какой-то степени все больше и больше продвигается вот этими современными технологиями, социальными сетями, да, имеет отношение тоже вот именно как раз-таки к усложненному, к такому информационному полю, которое мы сегодня с вами наблюдаем. То есть интервью тоже могут быть использованы в качестве аналитического материала, да. Также это написание авторских статей, то есть это, по сути, статья на 800 тысяч слов, где очень часто важно подобрать такую актуальную тему, и вы, то есть, допустим, вы скажете свое мнение по какой-либо тематике, да. Тоже сегодня все больше используются сценарии. Я тоже попозже приведу пример, как сценарий используется на практике, и что это вообще за такой продукт, почему все больше и больше используется именно такой прогностический материал касательно будущего. Даже тоже если взять индексы и рейтинги, по сути, они тоже являются аналитическим продуктом, да, то есть вы помогаете понять, как страны сравнимы друг с другом, да, где лучше, где хуже ситуация. Тоже используются базы данных как аналитические продукты, да, то есть очень много есть баз данных, которые, допустим, эксперты используют, и уже потом эти данные видят и интерпретируют так, как, допустим, соответствуют, допустим, их работе. Ну и, наконец, тоже твиттер. По сути, если взять вот это, сколько, 140, да, символов, по сути, тоже являются в какой-то степени аналитическим продуктом. Зачастую многие исследователи, ученые отражают, ну, по сути, выражают квинтэссенцию всего того, что они сделали, и в очень таком кратком, сжатом виде уже представляют ее публику. Вот, значит, хотел бы несколько примеров привести, да, чтобы вы тоже примерно понимали, в общем, масштабы, временные рамки, тоже именно степень вовлеченности, степень усилий, сколько нужно приложить. Хотел сначала привести пример своей книги, которую я опубликовал в 2014 году. Как раз-таки в этой книге я занимался тем, что изучал развитие рыночной экономики Казахстана с 1991 по 2010 год. И здесь я хочу сразу отметить, что в чем заключается отличие книг, например, от других продуктов, да, в том, что книга, она, как правило, несет в себе фундаментальный анализ какого-либо события или страны на протяжении длительного периода времени. То есть, чтобы отразить всю ту специфику, которую изучаете, то есть вам нужен большой объем. Объем, соответственно, тот материал, с которым вы работаете, да, те выводы, которые вы в конце приводите, все требует очень большого количества, значит, материала, да, с которым вы работаете. Соответственно, у вас объем получается очень большой. И книги, как правило, они не всегда отражают то, что актуально сегодня. То есть, по сути, они занимают... В книгах вы занимаетесь оценкой того, что происходило на протяжении какого-то длительного времени, либо смотрите на какие-то такие явления, пусть даже вы не смотрите на много лет назад, но вы смотрите именно на... Стараетесь очень тщательно и глубоко оценить ту или иную ситуацию. Поэтому вам нужен такой большой формат в виде книги. Это, то есть, пример такого первого продукта. Второй продукт, который, можно сказать, прежде чем не упертили, еще, да, хотел сказать пару слов насчет книги. То есть при публикации книги очень важно, что вы располагаете временем, да, то есть как раз таки книга не является продуктом, который вы можете публиковать за месяц. И в среднем, если взять, вот в своей сфере, я знаю, что мои коллеги, как правило, ну, им требуется от двух до четырех лет, то есть с момента, как у них появляется идея и когда заканчивается, то есть уже процесс публикации, да, непосредственно. То есть 24 года нужно закладывать обязательно. Вот. Далее, чтобы эту работу свою сделать, я провел 159 интервью в течение полутора лет. Вопрос, есть ли у вас столько времени, да, чтобы собрать данные в таком количестве, потратить столько времени, то есть если вы временем располагаете, то наверняка это будет очень потом, ну, крайне важным таким моментом для того, чтобы вы потом книгу могли свою написать. Вот. С другой стороны, другое исследование, которое провел со своим коллегой, это было сделано для Азиатского банка развития. Здесь был, мы создали такой рабочий документ, который занял у нас около шести месяцев, где мы пытались посмотреть на влияние барьеров, неформальных барьеров на торговлю в Казахстане и Узбекистане, да. То есть здесь у нас была другая цель. Цель была заключалась в том, чтобы понять, почему страны, такие страны, как Казахстан, Узбекистан, на тот период, это 2014 год, занимали одни из самых последних мест в индексе по, значит, трансграничной торговле, то есть есть такой рейтинг, который показывает, да, насколько легко вести торговлю между государственными. Вот эти две страны были, по сути, КЦ рейтинги, что, рейтинги, что нас и мотивировало попытаться понять, изучить, почему так происходит в этих странах, да. То есть здесь у нас была задача как раз-таки провести исследование как можно скорее и попытаться понять, какие меры нужно предпринять государством двух стран для того, чтобы ситуацию изменить. Другой пример. Авторская статья, то есть которую я опубликовал со своим коллегой. Здесь мы тоже смотрели на ситуацию после того, как произошли большие политические изменения в Узбекистане и к власти пришел президент Шавкат Мирзеев, то есть мы сразу начали смотреть на то, как ситуация начала динамически развиваться в регионе и как это начали смотреть на роль Узбекистана в потенциальном, значит, налаживании, да, регионального сотрудничества и сотрудничества с Китаем. То есть на тот момент, учитывая вот эту очень такую быструю динамику развития политических событий в Узбекистане, мы посчитали, что такой формат продукта, да, то есть формат авторской статьи, 800 слов, где мы описываем основные ключевые тезисы касательно того, как Узбекистан может повлиять на развитие региона, да, то есть тогда бы это было очень актуально. То есть опять-таки момент, что ваш аналитический продукт очень сильно зависит от того, что вы хотите рассказать, да, какой анализ хотите провести. То есть на тот момент мы хотели описать то, что происходило в данном, да, в то время как если мы возьмем другие работы, которые я привел, например, например, книгу, да, взять, то есть там я смотрел на совсем другие процессы, соответственно, продукт уже тоже был другой. То есть очень важно разграничивать то, какие цели у вас есть именно в вашей работе, да, в вашей аналитической работе, и необходимо подобрать правильный формат для публикации. Следующий момент – это академическая статья и индекс сразу в одном лице. То есть мы провели большую работу, где мы составили индекс. Я до этого критиковал индексы, теперь я тоже, наверное, скажу, что я, в принципе, не против использования индексов, да, и, как вы видите, я сам участвую в их создании. Единственный момент, что когда мы ссылаемся на них, очень важно, во-первых, говорить о минусах, то есть о каких-то недоработках, и важно говорить о том, что это не является вашим единственным источником информации, да, то есть индексы в целом, они помогают, может быть, найти, помочь оценить ситуацию как-то, да, скажем, но только с одного ракурса. Индексы дают какую-то такую очень, ну, узкую информацию по тому или иному явлению, событию, да. Они, как правило, немножко статичны в себе, то есть их использовать можно, но всегда нужно знать и понимать, что какие есть в них какие-то проблемные моменты, да. Вот, соответственно, когда мы использовали создание индекса, мы хотели посмотреть на то, как страны готовы к переходу от нефти и газа к возобновляемой энергии, и, соответственно, мы построили индекс, посмотрев на то, как страны могут выиграть от этого перехода к возобновляемой энергии или, наоборот, проиграть, да. Соответственно, то есть здесь цель наша была в том заключалась, чтобы обсудить новые тенденции, да, новые какие-то реалии в том, что происходит именно на рынке энергетики в мире. При этом продукт мы считали, что наиболее подходящий здесь – это академическая статья, потому что, опять-таки, если бы мы решили написать книгу, скорее всего, это бы заняло большое количество времени. Для того, чтобы, допустим, эту тему описать, тоже момент именно связанный со временем был тоже крайне важен, да. Вот. Значит, еще такое, конечно, как я уже сказал, есть Twitter, да, где вы тоже можете работать, то есть если вы работаете аналитиком в той или иной сфере, Twitter тоже сегодня, я считаю, очень такой немаловажный продукт, где вы можете освещать какие-то результаты ваших исследований, результаты вашей работы, так очень кратко, сжато и тезисно, и, соответственно, нарабатывать базу всех тех, допустим, ну, базу ваших коллег, то есть те, с кем вы можете работать, да, чтобы обмениваться информацией, тоже воспринимать ситуацию, да, то, чем занимаются ваши коллеги, как они, как они работают, например, да, с чем они работают, вот. То есть это тоже все может использоваться. Если вы, опять-таки, посмотрим, да, мы начинаем с книги, это время, да, то есть от двух до четырех лет, далее через все остальные продукты, которые я привел, по сути, идет сжатие времени, сжатие информации, да, и все, если вот подведем к концу, можно сказать, что Twitter, это, по сути, стоит на другом конце вот этой шкалы, да, где эта информация может использоваться. Но что самое интересное, что самое интересное, сегодня существует большое количество примеров, когда эксперты, например, да, или там ученые используют различные продукты для одной тематики. То есть есть ряд, допустим, специалистов, которые выпускают какие-то большие книги, да, то есть или там книги, которые являются бестселлерами. Соответственно, очень часто потом в зависимости от аудитории авторы начинают использовать более краткие, допустим, сжатые статьи, авторские статьи, и тот же Twitter для того, чтобы рассказать о результатах своих наработок, то есть всего того, о чем они описывают в книге, да. То есть, по сути, идет сжатие, идет изменение формата презентации информации, также идет процесс того, что вы пытаетесь понять, что, то, какая у вас целевая аудитория, да, в зависимости от рабочей группы. То есть есть примеров, когда один продукт превращается в 8 или даже 10 продуктов других, да, которые часто приходят. И опять-таки список, который я привел, он не является полным, но просто в интересах времени я решил сегодня немножко его сократить, но то есть сегодня уже тоже популярным, например, инструментом является написание кратких аналитических статей в LinkedIn, и не, то есть вы знаете, да, это такая социальная сеть для профессионалов, где тоже вы, если у вас есть свое поле рабочее, да, эксперты, с которыми вы работаете, то вы тоже можете писать какие-то аналитические работы, которые уже тоже считаются аналитическим продуктом и материалом. Далее, подходя немножко уже к концу, я хотел сказать, что несколько моментов, да, которые, на мой взгляд, наиболее-таки актуальны, это то, что сегодня очень часто используются вот эти прогностические исследования, и я, помните, задал вопрос касательно того, почему вы считаете, что растет сегодня именно количество работ, в которых авторы пытаются посмотреть, как ситуация будет развиваться в будущем. И я видел несколько ответов, вот, по-моему, да, я вижу ответ Наргиза, который говорит о том, что те государства, которые могут мыслить стратегически на один шаг вперед, могут действовать на, допустим, на опережение, да, то это очень важно делать прогнозы, которые имеют высокие шансы на реализацию. Совершенно верно, то есть задача использования прогнозирования и сценариев заключается в том, чтобы быть лучше готовым к новому реалию. И почему это именно сегодня актуально, более актуально, чем раньше? Потому что сегодня, по сути, мир меняется очень быстро. То, как мир менялся 20 лет назад, сильно отличается от того, как он меняется сегодня, да, то, насколько усложняются все процессы, насколько существует взаимосвязанность, да, и взаимозависимость между странами и так далее. То же самое в обществе, то есть мы видим очень сильное такое нарастание различного рода тенденций касательно взаимосвязи тоже через использование современных технологий, социальных сетей и так далее. Все это говорит о том, что мир меняется очень быстро, и очень быстро нужно реагировать на него. Соответственно, растет спрос на такого рода продукты. Продукты касательно того, как оценить будущее, как оно может развиваться. И здесь я хочу сказать, что очень часто раньше использовался такой подход, как простое прогнозирование. Простое прогнозирование заключается в том, что вы пытаетесь оценить ситуацию на основе того, как ситуация развивалась на протяжении последних 5, 10, 20 лет. Самый такой, наверное, яркий пример, да, очень часто используются подходы в оценке именно прогнозирования роста цен на нефть. И даже самые ведущие специалисты, ведущие международные организации очень часто допускают ошибки, да. Но, тем не менее, за какой-то период времени прогнозирование цен может действительно быть таким, каким оно и прогнозировалось, да. Здесь мы, если мы посмотрим на этот график, мы здесь видим, что вы пытаетесь построить будущее на основе того, как ситуация развивалась в прошлом. То есть если вы говорите о том, что на протяжении 10 лет были периоды, когда были случайные скачки цен, например, да, средний спрос за 4 года был на этом уровне, текущий спрос на таком уровне. Соответственно, вы видите ситуацию через год, что она, скорее всего, будет, допустим, на уровне 10, да, на шкале 10, потому что это отражает тенденции прошлых лет. И часто, может быть, это работает, но зачастую сегодня в все более усложняющемся мире очень часто мы видим, что ситуация, которая прогнозируется, именно используя такой подход, очень часто приводит к совершенно другим результатам. Почему? Потому что прогнозирование имеет в себе такую слабость, что оно не учитывает факторы, которые могут ситуацию на рынке изменить. То есть здесь мы говорим про многофакторные, скажем так, модели, то есть тех событий, которые не были в прошлом, да, то есть если вы оцениваете, там, рост цен на нефть на протяжении 20 лет, и вы не учитываете ситуацию, которая, допустим, связана с тем, что возникла вот эта пандемия, да, то, что произошел резкий спад спроса на нефть, который привел частично к этой ситуации, да, что сейчас сегодня у нас есть даже отрицательные цены на нефть. То есть это тот фактор, который повлиял на вашу оценку. И чтобы улучшить эту методологию, появился новый метод, который называется метод использования сценариев. Это методология, которая заключается в том, что вы примерно пытаетесь предсказать, какие факторы, которых не было раньше, которые могут появиться в будущем, да. Все началось с нефтяной компании Shell, которая начала в 70-е годы этот метод использоваться, и сегодня все больше и больше этим методом оперирует. Хотел привести пример компании Nokia, которая была очень успешным таким флагманом, брендом, да, по производству мобильных телефонов. И очень долгое время в компании как раз-таки использовали метод прогнозирования, то есть они считали, что раз наши, значит, продажи растут, все больше спрос на наши продукты, соответственно, мы примерно видим, что ситуация будет, скорее всего, в ближайшие годы развиваться. И, то есть, их методика не совсем отражала, да, то есть ту ситуацию, что на рынке могут появиться новые игроки с новыми продуктами. И, то есть, до 2012 года Nokia, в принципе, была на равных, но после 2012 года Nokia потеряла, по сути, 99% своего рынка, проиграла компаниям, которые развивают смартфоны, да. Соответственно, Nokia не учитывала этот фактор, и в итоге компания, ну, понесла серьезные убытки. То есть методология как раз-таки заключается в том, что сегодня все больше и больше в рамках аналитической работы мы должны оперировать теми факторами, которые могут появиться или наиболее вероятны могут появиться, да. Это, конечно, усложняет нашу работу, потому что мы вынуждены думать о том, какие непредвиденные обстоятельства или факторы могут повлиять на нашу ситуацию. И здесь, учитывая вот эту сложную взаимосвязь всего мира, да, сложные социальные, там, экономические связи и так далее, вероятность появления таких факторов, которые могут кардинально ситуацию на рынке изменить, очень высока. Соответственно, мы как аналитики тоже должны нести в себе ответственность в том, чтобы когда мы пишем про какие-то события, которые могут случиться, очень важно включать сюда не только то, что произошло в прошлом, да, но и то, что может сильно появиться и стать таким системообразующим элементом в будущем. Потому что будущее наше с вами, оно крайне нелинейное, да, и здесь как раз-таки использование таких прогностических методов, которые используют как раз-таки линейную территорию, да, я помню этот график с этими различными скачками. То есть будущее нелинейное, поэтому здесь очень важно оставаться всегда на первых ролях, то есть понимать, как ситуация развивается и как быть к ней лучше всего готовым. Я думаю, что те страны, например, да, или те компании, которые в рамках своей работы примерно использовали такую методику, которые вкладывали в нее, допустим, да, что могут произойти какие-то катастрофы, как, например, на сегодняшний день с пандемией, да, и думаю, эти компании более адаптивны и более подготовлены к изменению. В то время как для тех, кто эту методику мало использует, то ситуация, конечно, может быть крайне сложной, потому что, ну, в данном случае эти игроки не были подготовлены к каким-то новым изменениям. Тоже хотел еще привести пример, как раз-таки, да, чтобы наглядно показать вам на конкретном примере. Очень часто сегодня у блогеров используются такие понятия, как ожидание и реальность, да, то есть если мы говорим про посещение каких-то мест в качестве туристов, то есть у нас одно ожидание, реальность другая. То же самое происходит, например, с таким вот ведущим международным институтом в области энергетики, как Международное энергетическое агентство МЭА. Так вот, в 2004 году они предсказали, что рост возобновляемой энергии в области ветра и в области солнечной энергии будет составлять лишь то, что вы видите, вот эту синюю колоночку, да, то есть которая показывает 97,8. То есть это был прогноз в 2004 году на 2010 год. Реальность намного оказалась больше, да, то есть по сути такая ведущая международная организация ошиблась в своем прогнозе, то есть больше, чем на 100%. Как это возможно? А возможно это так, что они в своих анализах, в своей оценке того, как ситуация именно с возобновляемой энергией может развиваться, исходили из того, как она развивалась в прошлом. То есть они не учитывали такой фактор, как резкое снижение стоимости технологий, которые используются в производстве солнечной, допустим, да, или ветряной энергии. И как только цены на эти технологии начали падать, произошел такой очень резкий скачок именно спроса на солнечную и ветряную энергию в мире. То есть это о чем говорит? О том, что даже такие крупные организации, да, где собраны лучшие эксперты в какой-то области, даже они могут очень сильно ошибаться насчет того, как рынок может развиваться, да. То есть опять-таки после того, как они пересмотрели свой подход, прогнозы чуть улучшились, но тем не менее, то есть всегда есть риск того, что появятся новые факторы, которые могут сильно ситуацию изменить. Именно поэтому тоже мой совет для всех вас, да, когда мы работаем с какой-то тематикой и примерно вы затрагиваете о том ситуацию, как она будет развиваться в будущем, то есть пытайтесь думать о многофакторности и думать о тех факторах, которые могут ситуацию изменить, да, то есть не только... То есть если все было как на протяжении 10 лет одинаково, то есть это не гарантия того, что через год ситуация такой же останется, да, потому что всегда есть риск новых факторов. И подводя к концу, перед тем, как мы перейдем к вопросам, я хотел вкратце привести золотые правила качественной аналитики, да, то есть те правила, которые я использую в своей работе, знаю, что многие мои коллеги используют тоже в своей работе. Значит, прежде всего, работая с тем или иным материалом, то есть если вы являетесь специалистом в области социальной политики или в области экономики, всегда знайте о том, о чем пишут ваши коллеги, то есть вы должны знать очень хорошо поле аналитическое, да, с которым вы работаете. Это позволит вам, во-первых, не повторяться, да, то есть не писать о том уже, что другие сказали, и позволит вам определить, какой вклад ваша работа должна унести, да. То есть, по сути, если мы говорим про, например, маркетинг, да, я не знаю, опять-таки про экономическое развитие, очень важно посмотреть, как ваша работа может внести какой-то новый вклад, новый вклад, допустим, в развитие вашего направления. Тоже очень важно, что вы стараетесь быть креативны в постановке проблемы, то есть одно дело, что вы изучаете важную проблему какую-то социальную, да, в другой момент, что вы должны думать о том, как правильно ее преподнести и представить, чтобы ее было интересно потом читать, чтобы, скажем так, результаты вашей работы были восприняты как можно большим количеством аудитории, да, и для этого очень важна креативность, то есть интерес в том, как вы формулируете свою проблематику, которую вы изучаете. Всегда знайте свою аудиторию продукта, то есть изначально перед тем, как написать на какую-то тему, да, или там проводить какие-то, не знаю, рабочие встречи, например, если мы говорим не про письменную аналитику, а, допустим, аналитику на телевидении и так далее, то есть вы всегда должны знать свою аудиторию, да, то есть это только года, например, госслужащие, или это очень широкая аудитория, да, и, соответственно, вы уже примерно должны закладывать продукт, то есть, опять-таки, возвращаясь в памяти к тому списку, да, который я приводил, то есть для этой аудитории вы должны думать, какой наиболее продукт является подходящим. Следующий момент, для качественной аналитики очень важно тщательно проводить сбор и анализ данных, то есть, если вы провели три интервью и считаете, что можно на основе трех интервью, допустим, делать какие-то выводы по какой-то теме, то это, к сожалению, крайне мало, да, то есть вам будет крайне сложно выстроить какие-то новые заключения или сделать новые выводы по какой-то проблеме. За исключением ситуации, когда вы, допустим, берете интервью у трех министров, да, то есть очень высокопоставленные люди, и вы заинтересованы в какой-то очень узкой тематике, то тогда небольшое количество интервью в принципе может помочь, но во всех остальных случаях сделать это крайне сложно. Соответственно, закладывайте тоже как можно больше времени, да, если такая возможность есть для того, чтобы провести тщательный сбор, и потом эти данные тоже правильно, систематически систематизировать. Проводите триангуляцию, да, то есть если вы, скажем, написали какую-то работу, очень важно показать ее своим коллегам, это первое. Второй момент попытаться использовать источники, различные источники, да, то есть мы можем говорить про триангуляцию на разных языках, то есть если у вас есть доступ к различным источникам на разных языках, это тоже в плюс. Также то же самое, допустим, у вас есть источники от международных организаций, попытайтесь тоже сравнить их с источниками или с мнениями других категорий, например, журналистов, экспертов, да, тоже государственного сектора. И в самом конце тоже очень важно оставаться крайне объективным и нейтральным, да, в своем анализе, то есть это как раз таки то, что импонирует очень многим читателям, когда вы стараетесь сохранять именно нейтральный тон в своей аналитике, в своих выводах, именно тогда у вас получается продукт, который соответствует высоким качествам, то есть там, где вы не пытаетесь стать на чью-то сторону, то есть вы просто показываете ситуацию, анализируете ее со всех сторон. Считаю, что используя эти правила, можно добиваться неплохих продуктов, да, вот именно производить их, но опять-таки самый, наверное, такой важный момент, что, к сожалению, наверное, да, качественная аналитика зачастую требует очень, как, достаточное количество времени, то есть вы должны быть трезвы в том, как вы оцениваете, насколько у вас есть время, да, насколько вы можете его использовать, чтобы произвести качественный продукт. На этом я бы хотел остановиться, большое вам спасибо за внимание, надеюсь, у вас остались или появились какие-то новые вопросы, которые я буду с радостью читать здесь в специальном окошке, посвященном вопросам, да, вопрос поступил от данной, и вопрос заключается в том, как улучшить и развить аналитические навыки. Ну, для того, чтобы провести анализ того, как эти навыки улучшить и развить, прежде всего, хочу сказать, что нужна систематичность, да, то есть важно, чтобы вы прорабатывали один и тот же навык как можно дольше, то есть, допустим, если у вас задача написать на какую-то тему, допустим, примерно на, ну, скажем, у вас есть ограничение 300 слов, да, то вам крайне важно как можно больше пытаться писать на разные темы, то есть и ограничивать 300 словами, да, то есть, допустим, напишите 10-15 раз на какую-то тему, да, или на разные темы ограничиваясь таким-то количеством слов. То есть это первый момент. Второй момент, то, что очень важно, конечно, читать различные источники, то есть использовать различные, значит, материалы, которые касаются, допустим, вот той темы, которой вы занимаетесь, да, которая вам интересна. Плюс следующий момент, тоже считаю немаловажный, это работать с коллегами, то есть пытаться понять ситуацию, как она, допустим, может развиваться или попытаться дать фидбэк, да, то есть получить фидбэк какой-то от коллег, то есть это тоже может быть. Следующий момент, это будете ли вы проводить анализ экономической ситуации в Казахстане и центральной Азии после пандемии? Да, безусловно, то есть это тоже входит в наши планы. Как раз таки сейчас с коллегами занимаюсь тем, что мы смотрим, как ситуация может развиваться после пандемии, какую экономическую политику страны и страны могут проводить, чтобы добиться снижения негативных рисков для региона. Так, следующий момент, посоветуйте, пожалуйста, литературу для развития аналитических навыков, для начинающих аналитиков. Да, хорошо, обязательно, я думаю, это можно будет сделать, я могу предоставить материалы через школу Кабар, то есть они, я думаю, смогут предоставить такие материалы и, то есть какие-то ссылки, да, я обязательно вам перешлю. Касательно того, что может ли аналитик разбираться в разных сферах, да, безусловно, это тоже очень важный момент, то есть вы должны примерно для себя понять, какие для вас темы являются основными, то есть определить 3-4 основные темы, после чего уже пытаться, ну, во-первых, выстроить свои знания на каких-то основных ключевых сферах, после чего уже вы можете двигаться в другие направления, да. Опять-таки здесь тоже важно понимать, что во всех сферах вы одинаково разбираться не можете, и у вас всегда будут те темы, с которыми вы работаете наиболее глубоко, и те сферы, с которыми вы сталкиваетесь в меньшей степени. Следующий момент, да, вопрос касательно баланса между научной, научностью текста и его простотой. Да, очень важный момент, действительно, какой бы продукт вы ни создавали, ни писали, он должен быть доступен и понятен как можно большему количеству людей, людей, поэтому здесь старайтесь, я бы такой дал совет, старайтесь использовать обратную связь со своими коллегами, да, то есть когда вы пишете какой-то материал, во-первых, старайтесь использовать простой язык, то есть минимально используйте какие-то сложные научные термины, да, пытайтесь понять, какие можно использовать синонимы. Второй момент, это вы попытайтесь именно понять, насколько ваши коллеги, может быть, каких-то смежных других областей, насколько они могут понять все то, о чем вы написали, это тоже очень важно. Но я должен сказать, что да, это, конечно, не всегда просто, вот именно многие моменты, которые вы понимаете, вы считаете, они легки для вас, то есть они просты для вас, они не всегда настолько же являются простыми, да, для других, поэтому, да, используйте как можно больше друзей, коллег, чтобы они могли вам помочь. Следующий вопрос касательно познакомиться с вашей работой по ситуации после пандемии. Я тоже думаю, что результаты мы потом предоставим через социальные сети, и я думаю, тоже я потом перешлю это руководству Кабар для того, чтобы результаты могли быть распространены через различные соцсети, да, чтобы могли их использовать различные направления. Еще один вопрос от Наргизы. Каким образом можно перепроверить свои прогнозы перед их публикацией, как усилить прогнозы в аналитике? Ну, здесь хочу сказать, что вы должны сами давать себе оценку, то есть если вы публикуете какой-то материал, вы стараетесь опять-таки посмотреть, как ситуация вот развивается на сегодняшний день, да, или как она примерно может развиваться в будущем. После чего попытайтесь после того, как вы работу опубликовали, снова к ней вернуться и посмотреть, насколько вы были правы, неправы, да, и для себя сделать какие-то выводы. И еще, может быть, даже лучше, что в следующем материале, который вы публикуете, вы, например, критично оцените себя, насколько вы были правы, в какой степени вы были неправы, да, в оценке ситуации. Это позволит вам двигаться дальше, потому что вы выработаете в себе навыки самокритики, да, и будете лучше смотреть, что, допустим, из ваших сценариев, из ваших наработок осуществилось, а что, допустим, не получилось, да. И в следующий раз вы сможете найти такие, я считаю, более такие оптимальные пути, чтобы описать ситуацию. Большое спасибо всем участникам. Всего доброго и удачной всем аналитической работы. Большое спасибо. Всего доброго.